Сегодня так называемые дни науки. Обратите внимание, чем принципиально отличается малый дни от всевозможных дни науки. Нет, разумеется, я не против, вообще, в принципе, что эта идея, что люди показывают, как работает университет, она, в принципе, вполне себе замечательная, здоровая, но, тем не менее, обратите внимание, принципиальную разницу. Если бы то, что мы сейчас делаем, делалось бы в режиме дня науки, то было бы следующее. Вам бы за две минуты показали бы эти картинки, показали бы, как они разрезаны, сказали бы, ух ты, а сами бы не догадались, и сказали бы, что вот ученые знают, что есть такая штука, как поворот, там, параллельный перенос, и ученые это исследуют. Все, идите отсюда, вы не ученые. Принципиально важно, на малом математике мы пытаемся, и не только в вашем возрасте, но и более старше, мы пытаемся не говорить в стиле «ученые доказали что», а показывать, как на самом деле они это доказали. То есть, мы пытаемся все проходить с полными доказательствами и так далее. Конечно, во многих других науках это намного сложнее, и, между прочим, это же на самом деле главная цель школьного курса математики – объяснить структуру любой науки. В некотором смысле математика – это и есть такой большой день в науке, чтобы это для всего мира. И кто из вас может сформулировать, зачем во всех странах в школе много уроков выделяют на математику? Мне кажется, что много приемов выделяют на математику, потому что, мне кажется, что все свои предметы с новым математиком. Неправо. Что такое все остальные предметы? Не понимаю. Математику еще и затем за это нужно, потому что она в полном порядке не будет. Отлично. Отлично. Вы в это верите? Молодец. Он процитировал и сказал, что сам в это не верит. То есть, понятно, есть такая громкость. Лечь в защиту уроков математики в школе. Номер один. Да. Математика – это наука, которая часто используется во многих профессиях. А также, кто сейчас еще не пришел в среднем школе, в начале, те, не знаю, но в средней школе и в старшей в основе многих предметов будет лежать математика. Например, в таких предметах как? Физика, химия, биология. А у нас есть математика. То, что у вас есть математика и математика, это все, что право. Да, еще информатика. Намечательно. Информатика. Также во многих профессиях она будет использоваться. Сейчас я применю профессию. Такую, самую, кто на нее приятный взгляд. Синоптик. Вроде, да, математика. Зачем? Какая профессия? Синоптика. Синоптик – это человек, который дает прогноз погоды. Он должен выслушать указание начальства, что завтра должен быть дождик. И всем об этом сказали. Завтра должен быть дождик. Нет, а что? Кто там вчера здесь так делал? Мы не юзировали. Нет, понятно. Синоптика нужна в будущей профессии. Маленькое возражение. Будущую профессию учат в институте. Будущую профессию учат в институте. В школе учат человека, что называется, готовят к жизни. Уверяю вас, абсолютное большинство людей, Никогда в жизни, в своей профессии, Никакие там квадратные уравнения, Никакие там профессии, Никакую там теорию вероятности, Никогда используют не будут. Конечно, нужно некоторое количество ученых. Но вообще-то в России ученых почти нет. То есть, понимаете, если мы говорим о том, что математика нужна, чтобы вы стали учеными, извините, это значит, что вы поедете в какую-то другую страну. То есть, получается, что мы вас готовим для того, чтобы вы работали там где-нибудь там в Америке, в Италии, в Англии, в Афрации. Но, так сказать, в нашей стране науки практически нет. Соответственно, это очень странная деятельность, когда страна тратит там миллионы, миллионы, миллиарды на среднюю школу для того, чтобы подготовить там несколько тысяч человек, которые уедут и будут где-то развивать науку. Ну почему, кстати, это не есть? Даже если взять там несколько этих самых несчастных оставшихся академических институтов у нас, которые все еще работают, они же, опять-таки, они работают на весь мир. Такое проще не тратить на них деньги и получать, видите, научный информат из всего мира. Нет, не согласен с вами. Она королева наук. Она королева наук. А вопрос, а зачем в школе эта королева нужна? Ну, чтобы потом в средней школы не было, ну, чтобы привыкнуть сначала. Да. И потом по профессиям нам надо появиться. Ребята, еще раз. Что такое привыкнуть? Большинство людей не будет заниматься математикой в своей реальной профессиональной деятельности. А кто-то будет, но это же ничтожный процент. Совсем маленький. А мучается вся страна. Реально мучается вся страна. Нет, про будущую профессию я отказываюсь. Потому что будущая профессия, вы получите ее спокойно, там решили вы, я не знаю, в 15 лет, что вы там получите какую-то профессию. Или отлично, стали с этого возраста заниматься и выучить им эту профессию. Есть ли какая-то более серьезная причина? Почему какой-нибудь тракторист или какой-нибудь таксист должен знать математику? Ребята, не надо себя обманывать. Абсолютное большинство взрослых в жизни не занимается наукой. Абсолютное большинство взрослых занимается вполне реальными делами. Человек, я не знаю, там, ездит на машине. Другой человек на заводе, там, что-нибудь, там, какую-нибудь там деталь поворачивает. Еще третий человек полы моет. Кстати, совершенно уважаемая профессия. Почему-то школьники думают, что вот там мыть полы – это презрентое. Ребята, если полы не вытянут, то будет везде так грязно, что ничего не захочет. Есть много настоящих взрослых профессий. И большинство из вас, точнее почти все из вас, будут заниматься вовсе не наукой, а нормальным каким-то человеческим делом. Профессию не надо. Утематику надо жить в школе, потому что у нас была какая-то база. База для чего? Вот смотрите, всю свою сознательную жизнь вы будете наклеивать бирку, там, на почте. Посылка должна вот эта идти в Петербург, вот эта в Минск, вот эта в Вологду. Человек сидит и написывает эти штучки. Другой человек всю свою жизнь берет пачку бумаги, отправляет ее в принтер. Зачем ему утематику? Считание. Для чего? Считание. Для счета? Да. Калькуляторы с этим справляются, во-первых, великолепно. А если нет? Во-вторых, если нет калькулятора, пойди купи. Нет, ребят, мучиться в 10 лет из-за того, что у вас нет калькулятора, извините, мой мобильный телефон, какой неисупой, самый-самый-самый дешевый мобильный телефон, калькулятор там есть. И это я, извините, всю свою сознательную жизнь мучаюсь из-за того, что вдруг я его потеряю, разобью? Да глупости какие? Развивает мозг. Развивает мозг? А вот интересно, а шахматы, развивают мозг? Да. А занятия изобразительным искусством, там рисование какое-нибудь, развивают? Да. А путь, но... Развивает мозг. Господа, любой вид, сколько, в котором надо двигаться, развивает, на самом деле, мозг. Мозг, это только единая система. И понятно, что если человек двигается, то у него мышцы надо отдавать рекады. В смысле, в состоянии мозга без разницы решать какое-нибудь уравнение или командовать мышцам там, вверх, вниз, совершенно без разницы. Мозг развивается, извините, изучение какого-нибудь астрономии, развивает мозг. Игроков тоже развивает мозг. Но, это не важно, много игроков, но почему-то все считают, что математику учить надо обязательно, а вот обязательная идея играть в шахматы почему-то не находят. Хотя, казалось бы, почему бы нам и начать во всех школах с первого класса, тогда в конце школы все станем, по крайней мере, в разряде. Ведь действительно мы все стали. Действительно мы все стали играть замечательно. Почему-то общество этого не хочет. Так, есть возражение на мои слова? Да. Давай. Математика развивается все-таки сильнее всего, и без математики все-таки скорее всего жить невозможно. Жить невозможно? У-у-у, да нехорошо, что нет. Да вы что? Да есть целые континенты, где никакой математики нет. Слава я должен есть. Вот, ребята, да есть целые страны, я вам посередине скажу. и справиться с нашим пятиклассником. Да и то с трудом. Там просто почти не учат, ребята. Там другие предметы со страшной силой, со страшной силой, со страшной силой и учат. Очень много всего учат. А вот математику почти не учат. Точнее, ее учат в стиле ученые доказать. Теорема, теорема, применяют так-то, применили и больше ни разу в жизни про нее не вспомнили. Так. У меня есть возражение. Да. У меня друг школа в Швейцарии. Да. У них программа чуть легче нашей, но у них в старших классах сложнее. Правильно. Совершенно верно. В старших классах сложнее. когда человек почти не учил в начальной и в средней школе, то в старшей чаще всего он почти ничего не понимает. Поэтому формально там программа, конечно, есть в старшей школе. Ребята, простая вещь. В городе Цюрих малый Мехмат, я уже вам поговорил это, это то ли 15, то ли 20 человек. Весь. Со всего города, по всем возрастам. Здесь, если вы посмотрите, и в соседних аудиториях идут занятия и так далее. Гораздо больше. Так все от них, да? Зачем математику? Говорю, что мозг развивает. Мозг развивает. Не понимаю, это сейчас, это. Следующий. Нужна для института. Если ты хочешь, допустим, вступить на инженера, то в институте тебе эта математика очень понадобится. Большинство людей не будут инженером. В России инженеры вообще никому почти не нужны. Ребята, в нашей стране почти ничего не делают. Там труда не будет, там все трудно. Промышенность практически разрушает. инженеры почти не нужны. Поэтому еще раз, все эти слова, что это для инженеров, ребята, это называется путь эмиграции. То есть, ну да, если человек собирается уехать из нашей страны, куда-нибудь там, в Европу, или там в Китай, то, конечно, ему нужно. Но если он собирается жить здесь, то ему эти инженерные способности он в последнем нигде не сможет применить. Поэтому это очень странная мысль. Математика, хоть нам и был задний вопрос, зачем ее учатся, но есть простой ответ. На математике есть вопрос у нас везде. Вот только что говорили про способности инженеров. Да. Инженеры, то на ней, чтобы что-нибудь сосчитать, например, сделать чуть-чуть дома, чтобы его так компьютер считает. Построить нужно, чтобы его считал компьютер, потому что человеку мозг не посчитает. Человек-то зачем? А математика, она просто окружает нас вокруг. Зачем? Если она нас окружает, давайте отстреляемся, и чтобы ее не стало, чтобы больше не окружало. Достойное сопротивление математики тоже мне окружимо. Вызовем полицию, она ей всех попьет, вся эта тематика. Больше окружают маленькие. Я не понимаю, в чем проблема. Отружила тоже. Разберемся с ней. Как? Вот, например, хотя бы слесарь, но нужны какие-то инструменты. Да. Он покупает их в магазине. Ну, купил набор определенный. Вот этот инструмент ему не понравился, а тут стоит. Но лучше, чтобы он уехал был и лежал пристела, чем он ему нужен был, и у него его не было. Вот то же самое с математикой. Ну, ладно. Ну, не хотите вы вот с детства стать, вот, тем, хотите просто вот обычная работа, там, где нет математики. вообще? И вдруг оказывается, что вот, ты взял и пошел в математику. И что тебе делать в школе? Понятно. Я устроился работать охранником, поработал, 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 и вдруг решил, слушайте, не хочу охранником, хочу пойти профессором. И вот тут-то математика мне и понадобилась. Или, значит, поработал таксистом, едешь, 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 везешь кого-нибудь, ух ты, господи, не хочу таксистом, хочу делать спутники, пусть к Юпитеру летают. Ребята, так не бывает. Людей, которые должны делать интеллектуальную работу, в обществе очень мало. В российском обществе, повторяю, из-за того, что наша страна из разных стран куда-нибудь и не ушла, их вообще практически нет. Вы просто не найдете работу. Вы вообще не найдете. Просто потому, что соответствующие предприятия просто нет при природе в России. Соответственно, зачем вам эти знания? Это называется избыточное знание. Понимаете? Это как, там, не знаю, человек занимается балетом училища, там, выучила, там, всякие, там, суправороты, прыжки, все замечательно, и тут приглашают пройтись по улице строевым шагом. Ну, все, конечно, классно, только строевым шагом человек может пройти всяко балетное училище. Просто пройти и все. И здесь то же самое. Вы предлагаете какой-то там суперинтеллект, хотя в жизни, ну, как вы охранникой будете работать, я не знаю, там, ну, не больше. Не понимаю. Правда? Садитесь. Не принимаю я этот аргумент. потому что, потому что, ребят, избыточное образование, это тоже не здорово. Потому что человек, который потратил, там, 10 или 20 лет жизни на образование, а после этого, ну, я не знаю, там, стоит, проверяет, там, карточки, да, ну, большинство вас, в случае, что делать, да? Вот где они будут, в каком пропускном поле состоялись. Для этого не нужна никакая математика. Или, там, чиновник какой-нибудь, да? Там, подписывая, там, указание начальства, такое-то, там, переслал такому. Никакому чиновнику математика никогда не нужна. И, в принципе, страшных с ней не потребуется. Даже тем, кто моет полы, им уже все равно нужно считать, где он помыл, где он не помыл. Считать, где помыл, где не помыл. Человек может с глубокого детства. Не дурее все-таки мы, ребята. Нет, ну, это издевательство. Там, там, посчитать зарплату, извините, не промахнетесь. Когда у вас будет действительно зарплата, вы поймете, что 100 рублей, это меньше, чем 200, без всякой математики. Где не осадитесь? Это не серьезно. Следующая. Я считаю, что математика нужна, потому что она скрывает углы, и все, что они будут. Разбивали плотнику, а зачем она вам? Математика как-то нравится всегда. Вот у меня вы получили заказы, пошли в магазин, а хотите, кто-то зайдите, и какие косиры купаете, а там нет, и тебе надо засчитать, сколько у тебя денег, хватит тебе, на прогулку. Ну замечательно. Если не хватит, то вас просто из магазина с покупкой не выпустят и заставят часть оставить там. Ребята, мучатся многие годы, кто 10, кто 20 лет, ради того, что вдруг, случайно, в магазине денег не хватило. Это издевательство. Вы лучше эти годы поработали, чуть поделали, у вас бы денег больше стало. тогда бы хватило. Не, не садитесь, не серьезно. Следующий, быстрее. Я считаю, что математика нужна, поскольку мы живем в 21 веке, и 21 век это все компьютеры, телефоны, и все эти компьютеры тоже создают люди. Понятно. Ребята, аргумент, что мы живем в 21 веке, как ни странно, это не за математику, а против. Дело в том, что пока не было этих самых компьютеров, телефонов и так далее, от человека действительно, хотя бы иногда требовалось что-то прикинуть и так далее. Сейчас компьютер все эти вещи вам дают что-то в хорошо в этом виде, и чем дальше, тем будет легче. Соответственно, общие интеллектуальные потребности у человечества разумеется уменьшаются, а не увеличиваются в течение времени. Подумайте, пожалуйста, пока не изобрели автомобиль, человеку было очень важно по-настоящему быстро бегать. Как только наделали автомобили и наделали дороги, искусство бега конечно осталось, но оно практическую надобность в общем скорее потеряло. Это гораздо менее важно. Раньше действительно надо было на лошади проскакать, когда не было автомобиля. Сейчас лошадей почти нет. Раньше, когда не было компьютеров, очень многие вещи надо было действительно сделать, что называется, в уме. А сейчас компьютеры очень многое за вас сделают. Нет, наоборот, то, что 21 век это аргумент против математики, я не знаю. Можно еще составить компьютерную программу, чтобы это... Составите не вы. Один человек составил, а миллиард пользуется. Операционную систему Windows написали там один раз, и после этого все человечество можно и пользоваться. Там операционную систему, там какой-то там, Android или какую-то, тоже написали один раз, после этого все пользуются. Конечно, операционную систему нужно больше, чем одну. Конечно, разные другие программы тоже нужно не так мало. Но этим занимается очень небольшое количество так сказать, интеллектуалов, буквально несколько десятков или сотен тысяч на весь мир. А весь мир может пользоваться их трудами, совершенно не интересуясь, что же там, какие же там программы. И поэтому, да, еще раз, понять, как работает какая-то современная сложная программа абсолютно невозможно нормальному пользователю. Вы все равно реально доверяете тем, кто ее сделал. Если программа хорошая, она хорошо сработает. А вот взять и самому починить программу это нереально абсолютно. Нет, не придумывай аргументы. Математика в школе нужна, потому что да, очень маленький процесс. Да. Математика. О, вы уже признаете. Математика в школе нужна очень маленькому проценту школьников. Так? Да. Молодцы, я добился своей цели. Но зачем она... Я наконец-то вывел вас так честный ответ. Математика нужна не всем школьникам, а ничтожна маленькому проценту. Для миссии Москвы. Там, в параллели она нужна, я не знаю, тут 30-ти рим, там, ну, сотни учеников. А всем остальным она абсолютно не нужна. Правильно? Да. Отлично. И все, и все, все. Это называется «Защитил математику». Отменяем уроки математики во всех школах, задаем один математический класс во всю Москву. Супер, молодец. Да, что еще? Тишина, что еще? Вот, сейчас многие школы делают разделение. Конечно. Многие школы делают разделение на тех, кто учит языки, так называемые, гуманитарии, и на тех, кто учит математику. Абсолютно верно. Молодец. Садимся. Следующий. Нет, все, я его вывел. Действительно, он сказал абсолютную правду. Кстати, большинство так и думает, если честно. Все вот эти вот цитаты, что там математику в порядок приводят. Ребята, это же чаще всего люди немножечко, извините, лукавят. Большинство людей думают ровно так, как он сейчас вам сказал, что есть там несколько буквально человек на всю мосту высоколовых, пусть они за нас интеллектуальную работу делают, а мы действительно, мы выучим языки, выучим правила, не знаю, там, веслого разговора, ну там, что там еще в жизни понадобится. Давай. Мне кажется, что вот люди поступают в математические школы просто по своему хотению. Если они хотят учить математику, они туда идут. Отлично. А зачем они этого хотят? То есть, может быть, они просто вполне нормальные? Не вполне разумные? Может быть, это им интересно как-то это делать. А как? А зачем интересно? То есть, им это интересно на уровне, не знаю, изучение португальских отулежков. Вот есть такая штука. В Португалии на огромном количестве домов есть плитка. Очень красиво. Действительно, очень красиво. Если бы вы знаете, как бы мне хотелось, чтобы в Москве был так же. То есть, они просто берут любой дом, сколько угодно старый, и просто его стенки покрывают плиткой, на которой что-то такое нарисовано. В результате идешь по городу, здесь одна картина, там другая, там еще. Очень красиво. Разумеется, это можно изучать. Это как разурежно. Действительно, и там такая красивая картинка, и там такая. То есть, польза от математики такая же, как от изучения красивых картинок. Да? Отлично. Слушайте, уже второго человека я убедил. Математика изучают в школе, потому что она когда-либо в жизни не пригодится. Да не пригодится. А это само... Да не пригодится, ребята. Я только что доказал, что абсолютному большинству не пригодится. Трудно себе представить человека, который будет решать квадратное уравнение. Спросите своих родителей, сколько раз в жизни пришлось решить квадратное уравнение. Ноль. А уж там какую-то пирамиду нарисовать, и у нее сечение. Да это же. Математика изучают даже для того, чтобы не просто работать каким-нибудь математикам, а, например, даже человек с первого класса валял в дурака. Не мучил это. Да, да. Зачем он? Да что? Вырос, не понимают. Выстроился угорщик, а ботинки у него сносили. Чучушка какую-то, вы не сносили. Нет, а размер... Сориться же! Я хотел не придуриваться здесь, а я хотел действительно задать вам как-то свой вопрос. И поэтому абсолютно вообще вот это вот отношение к жизни такое вот типа Стёба, оно оно очень неправильное. Дело в том, что каждый из нас живет один раз, и вот это вот представление, что а я здесь так вот просто так вот выглянусь, оно на самом деле абсолютно неправильное. Вы, конечно, выпятаетесь, только жизнь в это время идет. Вы там что-то такое, что-то такое, а время в это время прошло, прошло, прошло. Жизнь серьезная штука, и поэтому на вопросы стоит пытаться себе отвечать честно и серьезно. Да, пожалуйста. Вот выберите какую-нибудь профессию, где математика, на ваш взгляд, не потребуется. Вот любую. Профессия, где математика не потребуется? Ну, например... Например, уборщик. Например, полицейский. Полицейский. Прекрасно. Учился... Учился человек. Учился ребенок нашего времени. Учился, 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 шел по дороге знаний. Да. Кроме технологии, меня навык вокруг. Вот, наконец-то, он учился. И решил. Буду милиционером. Милиционером у него не получится в России, сейчас, знаете, полиция. Руку нормально. Ну, полиция. Да. Пришел, в команде там, чай говорит, мне надо, мне надо пустать. Да. Хочу у вас на работу. Да. А ему там скажут. Да. Ты пошел, ты нафиг. У нас... Нет. Устраиваться на работу, лучше людей справляются. А им главное платить не надо. Нет. Устраиваться на работу, где ему скажут, а пошел ты нафиг, не стоит. Потому что все-таки стоит устраиваться на работу, где работают какие-то сбежные, разбитанные люди. Вот. А дальше... Ну, я не знаю. Ну, смысл будет тот. Никакие роботы в роли полицейских, конечно, не устраиваются. С чего это? А потому что с тобой это. Получили какие-нибудь программисты. Я бы сказал. Утром, где-нибудь и подальше. А по городу будут ездить роботы полицейские. Есть. Отлично. Называется, насмотрелся фильмов фантастических о том, как там страшные нельзяки ездят по городу, да, и все харизмуют. Понятно. Понятно. В связи с мелодичем уже там будут от того, что... Отлично. 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 Уже надо... Уже будет слишком много и, в принципе, какое-либо место занять. будет трудно. Даже какого-нибудь программиста. Ээээ... много ли раз им приходится думать? На самом деле, совсем не так часто. В большинстве профессий все-таки нужно создать исполнять служебную ценность. Да? Вот. В интеллектуальной профессии на свете очень-очень-очень немного. приведительная наука, которая учит логику. А почему вы считаете, что когда художник рисует картину, то ему не надо думать? Ему надо думать о другом. Но вообще-то думать надо. Когда человек учит химические формулы, то ему тоже надо думать о другом. Но думать над... Ребята, это просто неправда. Нет, математика действительно во многом это в том числе и наука и наука о мышлении. Это правда. Но математика не единственная наука в целом учебе. Еще идеи? Нет? Дороги? Мне кажется, математика не знаю, как бы в начальной школе чтобы просто вас повторить и это всегда пригодится. А дальше... В начальной школе, да, конечно. примитивное представление о числах. Да, из них тяжело в современном мире. А дальше? А вот зачем, извините, те же самые квадратные равнения? А зачем какие-нибудь там свойства многочленов? А зачем какие-нибудь иррациональные числа? Это-то зачем? Ну, это я не знаю. О! Это консультирован просто. Все, вот на этом и закончим. А вот это я не знаю зачем. Спасибо вам. Вы очень хорошо закончили. Салютное большинство людей на эту тему никогда не задумывалось. Абсолютно большинство людей действительно считает, что математику надо учить для вступителя в экзамен, или математику надо учить действительно для того, чтобы стать умнее. и в таком подходе есть вот тот самый один взгляд, что по-настоящему интеллектуальная профессия она нужна чрезвычайно небольшому количеству людей. математику а вот это вот искусство думать можно а вот искусство думать на самом деле учиться а вы все не только одна математика. Настоящий ответ боюсь, что многие из вас прослушают и вам покажут, что это я сказал какую-то глупостью. Настоящий ответ такой математику надо изучать и между прочим в первую очередь математику надо изучать гуманитарием так называемым. То есть тем, у кого профессия потом не будет связана с математикой. Инженерам обязательно придется изучить математику в институте и уверяю вас в институте ее придется выучить по-много по-много раз больше чем в школе и поэтому математику по-настоящему имеет смысл учить в школе тем, кто потом ни разу в жизни с ней не встретится. Математика в отличие от всех остальных в школе это модель того как устроена любая наука. Дело в том, что когда вы учитесь в школе людей готовят вообще к жизни для этого человек должен понять что вообще мир познаваем вот никакая школьная наука кроме математики не годится для того чтобы на ее примере объяснить как устроена любая наука астрономия астрономия недавно открыли гравитационные волны а еще открыли то-то а еще открыли то-то но ребята у вас нет возможности по-честному посмотреть как работает астрономия потому что для этого вам потребовалось бы действительно сначала очень серьезно выучить математику и физику и хуже того этих астрономов на весь мир 250 человек которые понимают вот это конкретное открытие это трудная технически трудная наука и поэтому невозможно заставлять всех проверять вот конкретно это открытие или вам говорят на химии если там то-то смешать с тем-то то будет то-то конечно можно представить себе что какая-нибудь хорошая школа замечательный кабинет химии оборудованной вам притащат эти химикаты это маленькая проблема современная химия знает более миллиона разных химических решений представить себе что нормальный школьник самостоятельно изучит свойства миллиона веществ совершенно нереально а без этого все книжки по химии являются просто полтоннёй просто обычный полтоннёй потому что они превращаются в разумные тексты когда вы действительно сделали измерения действительно берёте смотрите на таблицу Менделеева там указаны атомные массы простейшая вещь то с чего начинается курс химии а вы понимаете что нереально в химии проверить эту самую таблицу Менделеева вам потребуется химический завод сразу для каждого школьника построить чтобы проверить все-все-все-все эти вещи на эксперименте и так с любой наукой когда вам в курсе физики говорят про ядерную бомбу как вы собираетесь этому учить в школе каждый школьник быстрее получает домашнее задание принести завтра в класс взорвать или как быстро-быстро сделать на коленке все науки кроме математики между прочим даже русский язык казалось бы простой предмет русский язык а там все время вы слышите прав лингвисты говорят что пишется через такую-то букву что запятую ставят в таком-то случае вы способны обсудить эти правила на самом деле их можно обсуждать на самом деле есть правила развития языка и так далее вас этого не учит потому что любая попытка учить каждого школьника всем этим правилам с доказательствами автоматически вам придется каждого школьника превращать в лингвиста причем не просто лингвиста в какого-то супер-супер-супер свой родной язык выучить это уже задача на всю жизнь и больше потому что это все очень сложно и это все требует огромного количества всяких социологических наблюдений и работы над текстами и так далее и так далее ребята математика это единственная школьная наука которая показывает вам как устроена любая наука почему мы сегодня занимаемся этими квадратиками а потому что их легко нарисовать на простости потому что они дешевые а законы мышления которые мы с вами выучим они универсальны математика это модель любой науки она показывает как люди да и кстати в школьную программу берут ничтожно маленькую часть математики берут ту которую легко объяснить при помощи мела и дряб и может обычно вслух соответственно ну ребята может быть я плохо слышал может быть я непонятно что сказал но постарайтесь пожалуйста понять следующее математика школьная это в первую очередь наука объясняющая как устроено вообще познание мира и поэтому принципиально важно что любой факт в школьной программе по математике проходят с доказательством то есть ни разу ни разу за всю свою школьную жизнь вы в школьном курсе математики не услышите ученые доказали то математика это наука против авторитета это наука которая объясняет что на самом деле человечество способно само разобраться в любых вопросах другое дело что для того чтобы разобраться в какой-нибудь физике или астрономии или в каких-нибудь высших властях математики вам потребуется не 10 лет а гораздо больше и вам потребуется гораздо больше сил вам потребуется огромные деньги на эксперименты и так далее и так далее и так далее а школьная математика показывает как в принципе устроено шлейбе она объясняет что мир познаваем что не потому мы верим в такой-то факт что так сказал такой-то религиозный деятель или так сказал какой-то политический деятель и так далее и так далее и так далее а мы убеждены в таком-то и таком-то факте потому что мы до него доходим своим умом своими теоретическими вершинами и таком-то